Встреча с информацией 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 Вот представлена схема нового порядка осуществления, так скажем, механизма проверки геологической информации территориальными фондами. Здесь видно следующее. Недропользователь считает загрузку комплекта геологических отчетов и геологической информации в систему ЕФГИ. Территориальным фондом осуществляется проверка электронной версии. При наличии замечаний соответствующее уведомление присылается в недропользователю. Ну и, соответственно, после устранения замечаний или их отсутствия, недропользователь самостоятельно распечатывает комплект информационного материала и ножками приносит его в территориальные фонды. Вот здесь хотелось бы отметить, что в инновационном порядке нами предлагается механизм формирования бумажной версии отчетов непосредственно силами территориальных фондов. И потом последующий его переплет и помещение на хранение. Это, так скажем, позволит сократить сроки рассмотрения геологической информации непосредственно фондами и упростит задачу, так скажем, недропользователю, дающему возможность существенно сократить срок рассмотрения получения результатов по данным отчетам. В рамках существующей работы мы предлагаем осуществлять переплет и осуществлять, так скажем, комплексное обслуживание недропользователей, осуществляющих работы и предоставляющих в конечном итоге геологическую информацию в форме отчета. Поэтому на этом слайде вот этот механизм предоставления бумажной версии может быть сокращен на 60 дней. Помимо приемки геологической информации и ее проверки, фонды предоставляют геологическую информацию согласно требованиям постановления правительства номер 492 и соответствующим приказам Минприроды, административным регламентам в порядке предоставления общедоступной геологической информации. Получение в пользование геологической информации о недрах осуществляется в трех, так скажем, направлениях. Это получение геологической информации, содержащей в себе неограниченный, так скажем, доступ, который может быть в форме, содержащей в себе коммерческую тайну. И соответствующая заявка в ТФГИ требует тогда согласия недропользователя на предоставление доступа. Есть момент оговоренный, что информация бывает закрытая, содержащая в себе государственную тайну. И тогда, в соответствии с порядком, заявитель должен обратиться в Роснедро или его территориальный орган и получить соответствующее разрешение. А вот теперь мне хотелось бы остановиться немножко о новых направлениях, которые вошли в наш новый устав. 7 ноября этого года учредителям Роснедрами был утвержден новый устав нашего учреждения, где были прописаны ряд новых направлений, которые могли бы заинтересовать аудиторию. По вопросам проектирования и строительства учреждение готово осуществлять составление документов для получения разрешения на застройку участков недр полезных ископаемых, предоставление гидрогеологических сведений по участку недр, подготовки информации по участку недр с подготовлением картографического материала. В общих вопросах учреждение может осуществлять составление библиографических списков по теме или территории, предоставление услуг по хранению, организация выставок, конференции и так далее, размещение информации на сайте учреждения. По вопросам недропользования учреждение готово осуществлять изготовление информационно-аналитических картографических материалов, подготовки заявочных материалов для получения права пользования недрами, внесение изменений и дополнения в лицензию, переоформление лицензии и аннулирование, подготовки материалов для внесения участка недр в перечень участков недр местного значения, информационное обеспечение выполнения условий пользования недрами, выполнение гидрогеологических, картографических, геологических, гидрогеологических изысканий, выполнение работ по объектовому мониторингу состояния с проведением комплекса полевых работ. По вопросам геологии, подготовка геологических материалов предоставляем на госэкспертиз запасов полезных ископаемых, предоставление геологической информации по участку недр с подготовлением карт-схем, разработка проектов организации зонтанно-охраны, разработка программы мониторинга состояния недр, подготовка материалов для списания запасов полезных ископаемых, проверки на соответствие участка недр границам открытого месторождения. Для осуществления новых направлений работ в рамках приносящей доход деятельности я хотел бы остановиться еще на том моменте, что для нас эти работы являются достаточно новыми и мы будем наращивать в этом направлении наши компетенции. Для информационного сопровождения деятельности нами был подготовлен обновленный новый сайт, могу его презентовать. Прежде всего это новые разделы, новые сервисы и новые возможности учреждения. Появилась возможность упрощающей поиска информации, составление запросов, оказание услуг, расширилась информационная и справочная база. Появился инструментарий для поиска геологических информаций, геологических отчетов, учетных карточек буровых на воду, скажем, а также карты перспективных участков недр. Вот наглядный пример того, что мы будем использовать в нашей новой версии сайта. Здесь показаны также инструментарии по поиску учетных карточек и, соответственно, разделов по перспективным участкам недр. Предлагается вниманию слушателей пройти по ссылке на QR-коде, где указан небольшой опросник по степени удовлетворенности работы территориальных фондов. Нам очень важно, как оценивают нашу работу недропользователи, органы исполнительной власти в субъекте. И, соответственно, там небольшие вопросы, небольшой их объем, которым можно, так скажем, ответить и дать соответствующие предложения. В чем можно было бы улучшить и наш сайт, и нашу работу. Спасибо за внимание. Спасибо, Илья Валерьевич. Илья Валерьевич, я думаю, что...